В 20 километрах от Хабаровска на дороге во Владивосток автомобиль насмерть сбил человека. Погиб неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет. Врачи, прибывшие осмотреть пострадавшего, не обнаружили при нем никаких документов. Не оказалось при нем у сотового телефона, чтобы можно было набрать какой-нибудь из недавно вызванных мужчиной и абонентских номеров и уточнить личность человека. Возможно, телефон, как и обувь, отлетели в сторону после мощного удара, которым был сбит пешеход. О его силе можно судить по глубокой вмятине, оставшейся на кабине микрогрузовика. Кия Бонга ехал со стороны Хабаровска в сторону поселка Корфовский. Мужчина переходил дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства в неположенном месте. Когда водитель микроавтобуса заметил опасность, он попытался избежать столкновения с бегущим через дорогу человеком. Для этого он свернул влево, ближе к встречной полосе. Пешеход, как нарочно, только ускорил бег в ту же сторону и получил смертельный удар. В руках переходивший дорогу человек нес комнатную собачку. Животное погибло на асфальте рядом со своим хозяином. Тропический ливень, обрушившийся прошлой ночью на Хабаровск, превратил городские улицы в полноводные реки. Причем даже спустя час после того, как вода перестала литься с неба, она не спешила обнажить асфальт. Засоренная ливневая канализация города не справлялась со своими задачами. Улица Радищева почти полностью ушла под воду. Ливневка, проложенная вдоль этой транспортной артерии, принимает в себя половину дорожных стоков первого микрорайона. Выход из подземной коммуникации оказался полностью закупорен, поэтому вода снова вышла на поверхность. При этом проезжая часть была затоплена выше уровня гранитных бордюров. Полноводная река несла свои воды в сторону Амура до перекрестка с Павла Морозова. На этой недавно отремонтированной дороге ливневка была вполне исправной. Только поэтому улицу имени Павла Леонтьевича не затопило. Обширный поток снова ушел под землю. Явно подозреваемого, но пока неизвестно в чем, задержали охранники краевого образовательного центра. Молодой человек в маске с прорезями для глаз перелез через забор и побежал по беговой дорожке стадиона краевой школы. На укрики охраны вторгшийся отреагировал вполне предсказуемо, помчался прочь от сторожей. Они смогли его догнать. В сумке задержанного оказался целый ворох мятых банковских купюр и резиновый молоток, который строители используют для укладки тротуарной плитки. Вкупе с маской, надетой на голову и ворохом банкнот, трудно предположить, что далеко заполнить строитель решил заняться физической подготовкой. Поэтому охранники передали задержанного полицейским. Подозреваемый рассказал, что рюкзак с деньгами и молотком он нашел на улице, а через территорию образовательного центра бежал просто для того, чтобы сократить неблизкий путь домой. Полицейские ему не поверили, но если не найдется заявитель, молодого человека придется отпустить. Прошлой ночью в полицию с заявлением о нападении и краже денег никто из живущих в этом районе не обращался.